Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Павлова Елена Валентиновна. Я являюсь методистом информационно-методического центра Колпинского района. Я посмотрела чат, увидела, что сегодня присутствуют представители разных регионов. Мне это очень отрадно и радостно. Наша встреча сегодня будет интерактивной, поэтому попрошу вас приготовить мобильники, попрошу вас убедиться, что они подключены к сети. Если у вас есть на мобильном телефоне устройство для считывания QR-кодов, то запустите его заранее. Можно как-то отреагировать на мои слова, и тогда я пойму, что вы меня все слышите, видите, и мы вместе. Спасибо большое. Огоньки загорелись. Итак, тема нашей сегодняшней встречи – это инструменты для обработки медиа-объектов, включающие элементы искусственного интеллекта. Название, на мой взгляд, тяжеловатое и такое может кого-то напугать. Все намного проще. Я вас познакомлю с сервисами, которые позволяют любому человеку создать тот или иной контент при помощи искусственного интеллекта. Что у нас относится к контенту? Это текст, изображение, видео и музыка. Это контент, который мы можем где-то разместить. И так, сейчас давайте я включу демонстрацию экрана, запущу свою супер-презентацию, и мы поедем. Да, все видно, отлично. Вот давайте мы начнем как раз сразу с интерактивности. Наведите телефонный QR-код, отсканируйте его и ответьте мне на вопрос, Когда вы в первый раз встретились с компьютером? Да, я тоже отвечу. Мы будем отвечать одновременно. Наши ответы будут появляться в облаке слов. Давайте попробуйте подключиться к моему облаку слов. Это будет такая у нас с вами интерактивность, чтобы нам нечаянно не заснуть. Ну вот, судя по чату и тем изображениям, которые у нас появляются, Да, разные года знакомства. И те ощущения, которые мы с вами испытали при знакомстве с компьютером, Наверное, не зависят от даты, когда мы первый раз встретились с компьютером. У нас было ощущение чуда. Ну вот, у меня-то точно какая-то машина что-то может делать. И, в общем, все, что требовалось от пользователя, Это производить какие-то, ну, достаточно простые действия с плавиатурой. Причем в нашем возрасте, ну, в нашем случае, да, Мы познакомились уже с персональными компьютерами. Да, мы не говорим о тех компьютерах, которые занимали заводские цеха, Были огромными, работали на перфокартах и так далее. Вот, молодцы. Спасибо вам большое за вашу активность. Мне это отравно. Так, поехали дальше. Вот, смотрите, когда мы открыли компьютер, мы в нем поработали, А потом настало время интернета. В левой части слайда представлен первый сайт. Первый сайт, он выглядел именно вот так. Скромненько, текст, однако была поисковая строка, Была какая-то информация об авторе, да, все это было. Справа представлен сайт, который занял первое место в списке лучших, Красивейших сайтов 2022 года. На самом деле, вся красота его заключается исключительно в том, Что навигация очень необычно оформлена, Но его функционал весьма ограничен, Потому что я пыталась переходить по ряду ссылок, И, как вы видите, они мертвые. То есть там не работает. Вот, например, как тут. Ну, давайте теперь вспомним, Когда же мы первый раз с вами вышли в интернет. Если вы обновите сейчас страничку, Экран у себя на телефоне, У вас появится этот слайд, который мы видим перед глазами, да, И можно здесь написать, Вот, когда вы первый раз вышли в интернет. С домашнего или компьютера, С рабочего не имеет значения, То есть наша встреча с интернетом. Так, у меня это было, наверное, вот в таком году. Да. Вот в таком году я вышла первый раз в интернет. Чудо чудное, диво дивное. Мы сидим дома и одновременно можем общаться с людьми, Которые находятся в разных концах, уголках света. Мы можем что-то почитать, Что размещено не в книге, в библиотеке. Но в основном, конечно, интернет в то время, Ну, в мое точно, Это был только информационный портал, Где можно было что-то почитать, Что-то узнать новое. Там посмотреть он не тянул, Скачать вообще было нельзя. Вот, но тем не менее мы вышли в интернет, И это был большой прогресс. Это была прям такая история, Которая захватила нас целиком и полностью И не отпускает по сей день. А вот теперь давайте мы вспомним Художественные произведения, В которых упоминается искусственный интеллект. Вы можете написать любое название книги. Я уверена, что каждый из нас читал фантастику, И эти книги захватывали наш подростковый разум. И нам казалось, что то, о чем пишет автор, Никогда такого не будет. Но, несмотря на это, Прошло совсем немного времени, Ну, если сравнивать со Вселенной, И посмотрите, что мы уже имеем в наличии. У нас есть ракушки в ушах. Рэй Брэдбери, приветствую вас. У нас умные дома, У нас летающие автомобили. То есть много-много того, Чего мы даже не могли себе представить Вообще в реальной жизни. Но знаете ли вы, в каком году и в каком художественном произведении Впервые был упомянут искусственный интеллект? Когда я готовилась к этому вебинару, Я прочитала массу информации. И вы знаете, я была удивлена. Оказывается, первая книга, Первое упоминание к художественной литературе Искусственного интеллекта Было в 1872 году. Вы можете себе представить? 1872 год. Я не могу. Мне прямо вот сложно. Наталья пишет 1956. Нет, я нашла еще первее. Искусственный интеллект в 1856 году. Да, вполне возможно, Но вот это вы говорите про определение, Искусственный интеллект. А я говорю о литературном произведении, О художественном произведении, Где была описана история с восставшими роботами. Дальше мы уже можем называть произведения, Которые нам больше знакомы, И авторов этих мы знаем. Но, тем не менее, Вот первое упоминание Про искусственный интеллект И вообще про какие-то взаимоотношения Человека и компьютера, роботов, Были именно описаны Сэмуэллом Баттли. Так, ну что, А давайте теперь вспомним художественные фильмы. С фильмами, я думаю, будет лучше. Обновляем экран своего мобильного устройства, И давайте напишем фильмы, которые мы помним, Любим и иногда даже пересматриваем. Давайте попробуем. Люси, Я робот, еще. Их намного больше, их просто огромное количество. Мы можем обменяться хорошими фильмами И в выходные вечером посмотреть их у себя дома Посредством интернета. Автостопом по галактике. Да, замечательный, замечательный фильм. Еще. Давайте, коллеги, активнее. Про электроника. Да, да, про электроника абсолютно правильно. Гости из будущего. Но тут спорный вопрос. Как и про электронику. Все-таки хочется больше такого прямо Искусственного интеллекта. Так, пассажиры. Ну, давайте посмотрим, что у нас говорит статистика. Итак, Искусственный интеллект в киноиндустрии. Итак, первый фильм, который был снят Про искусственный интеллект, Назывался «Метрополис». И он был снят в 1927 году. Это первое упоминание Искусственного интеллекта В киноиндустрии. Ну, и дальше уже пошли все знакомые нам фильмы, Которые мы смотрели неоднократно И пересматривали. И рекомендуем своим детям их тоже посмотреть. Мой самый любимый – это «Газон и косильщик». Сериал «Ох уж эта наука» я обожала И все время его смотрела. Да, и мы с вами именно из этих фильмов Подчеркнули информацию о том, что О том, что невозможное возможно. Наверное, мы скажем так. Ну, а теперь давайте посмотрим, Что же нам сейчас предлагают нейросети И что мы, обладая человеческим разумом, С помощью Искусственного интеллекта Можем сделать для себя. Вот еще, да, Искусственный интеллект вокруг нас. А давайте попробуем написать. Это практически последняя игра на сегодня. Какие элементы Искусственного интеллекта Окружают нас в повседневной жизни? Вот с чем мы сталкиваемся каждый день? Вроде бы уже с привычным, А оказывается, что это Искусственный интеллект. Давайте подумаем. Это, безусловно, Алиса в наших телефонах. Это смартфоны. Где еще может использоваться Искусственный интеллект? Чат-боты, абсолютно правильно. Переводчики, светофоры, умные светофоры. Ну, боты в принципе вообще. Да. QR-код. Нет. QR-код, скорее всего, все-таки не относится к искусственному интеллекту. Но может это... Нет, скорее всего, нет. Да, смотрите, поиск людей. При поиске людей используются нейросети искусственного интеллекта. Да, смарт-часы, боты в ЖТХ, умный домофон, умный дом. Да, вот это все то, что окружает нас. Так, ну, поехали. Смотрите, мы с вами начнем с самого простого. Логотипа – это создание логотипа. Если вам, например, надо придумать какой-нибудь логотип для своего какого-то дела, для своего хобби или еще чего-нибудь, вы можете воспользоваться следующими сервисами. Brandmark он называется. Он англоязычный, очень хорошо переводится на русский язык. Задав определенные параметры, вы можете сгенерировать логотип. Однако скачать полученное не получится, потому что там только платная версия. То есть для того, чтобы скачать, необходимо что-то заплатить. Регистрация происходит в момент сохранения, то есть регистрироваться изначально не надо, можно сначала создать, а потом уже зарегистрироваться и при необходимости, например, оплатить что-то. Либо скачать картинку, которая у вас получится, и избавиться от водяных знаков доступным сервисом в интернете, который, кстати, тоже снабжен искусственным интеллектом. Ну, здесь я расписала, как это все выглядит. Да, вы задаете название, ну, например, организации. Можете вписать или не вписать слоган, который как-то символизирует ваше дело, ваше хобби, то, для чего вы делаете этот логотип. Дальше вы можете указать, либо не указывать, ключевые слова. Указываете цветовую гамму, ну и, собственно говоря, создаете логотип. Могут получиться разные варианты, точнее, не могут, а там получается прям весь экран разных вариантов ваших логотипов. Вы можете выбрать любой понравившийся и отредактировать его. Следующий сервис TurboLogo называется. Это российский продукт. Я, как человек, который работает в образовании, нацелена в основном на сервисы, которые созданы у нас в стране. Хотя непонятно, почему там до сих пор есть регистрация через Google аккаунт, но регистрация через адрес электронной почты тоже доступна. Принцип работы точно такой же. Вы задаете название, пишете слоган, выбираете цветовую гамму. Можете добавить какие-то значки для того, чтобы они отобразились на вашем логотипе. Можете использовать шаблоны. И на выходе вы получите, опять же, несколько логотипов. Вы можете посмотреть, как эти логотипы будут смотреться на вывесках, на футболках, на ручках и так далее. Но, опять же, скачать полученный архив нельзя, только платно. Однако можно воспользоваться сервисом для удаления водяного знака и получить хорошее изображение, которое можно использовать, например, в презентациях. Говоря об искусственном интеллекте, нельзя обойти своим вниманием студию Артемия Лебедева. Кто же это такой? Артемий Лебедев – это человек, который стоит у истоков интернета, сайта строения в нашей стране. К нему можно относиться по-разному, потому что он достаточно, ну, такой своеобразный человек, прямо скажем. Но, тем не менее, в его студии есть масса интересных инструментов, которыми вы можете пользоваться абсолютно бесплатно. И вот я рассмотрела ряд инструментов именно с применением искусственного интеллекта. Один из этих инструментов называется архограф. Он позволяет редактировать текст. Допустим, вы готовите выступление или письмо, или методическую разработку, как мы обычно набираем слепую, не обращая внимания на точки запятые и так далее. Можно воспользоваться архографом, внести скопированный текст и получить уже исправленный. Можно исправлять текст, который вы набрали, а можно проверить на архографию целую веб-страницу, если в этом есть необходимость. Замечательный сервис «Типограф». Этот сервис готовит ваши тексты к веб-изданию. Он может помочь вам подготовить пост для социальных сетей, например, да, то есть он преобразует его в более читаемый. Замечательная штука, которая называется «Калейдоскопус», которая преобразует звук в изображение. Вот здесь вот я попыталась показать, как будет выглядеть, точнее не как будет, а как выглядит песня Максима Леонидова «Не дай ему уйти». Весьма забавно, эти изображения можно скачивать, можно генерировать предметы, из которых будет состоять ваше изображение, либо с заливкой, либо треугольниками, либо просто линиями. Ну, такая вот развлекалка. Очень хороший тоже инструмент называется «Размерус». При помощи этого инструмента можно понятно объяснить детям или некоторым взрослым количество, размеры и расстояние. Я, например, при помощи этого ресурса, вот этого инструмента точнее, смогла объяснить своей дочери, как выглядит число миллион триста, потому что ей было никак не понять, и мы начали с единички, потом тринадцать вводили, она видела здесь точечки, и когда мы уже дошли до конечного результата, миллион триста, она, конечно, впечатлилась, что миллион триста – это очень-очень много-много точечек. Вот тоже такой полезный инструмент. Так, переходим к текстам. С логотипами мы закончили, с Артемием Лебедевым мы познакомились, и плавно переходим к текстам. Значит, нейросети помогут. Вы все наверняка слышали, в последнее время об этом очень много говорится, что при помощи нейросетей пишутся и защищаются дипломы, и, в общем, как это так происходит, непонятно. Ну, вот, оказывается, это все нам доступно, ну, не чтобы написать диплом, а просто чтобы получить какой-то… чтобы просто, ну, попробовать на самом деле. И первый ресурс, который мы с вами рассмотрим, называется Jasper. Он позволяет создавать… Он англоязычный, да, здесь можно работать с регистрацией через Google либо через адрес электронной почты. Бесплатно в течение пяти дней, потом уже, ну, как вы видите, вот есть определенные тарифы. Что он позволяет делать? Все очень просто. Вы задаете в нейросети какую-то тему, и он генерирует продолжение этого текста. Текст получается уникальным, он может быть интересным. Чаще всего он логически связанный, и его можно использовать в дальнейшем для каких-то целей. Российская разработка. Кстати, российских разработок нейросетей приличное количество. Выглядит немножко страшно, потому что вот здесь мы будем работать с кодом, и очень часто пользователи, ну, когда видят что-то подобное, пугаются. Не надо пугаться. Здесь все очень просто. Вы нажимаете на кнопочку «Попробовать», и дальше после тега «Текст» пишете запрос. То есть вы можете написать, сформировать какой-то запрос, и сеть предложит вам несколько вариантов конечного текста. И также выведет окончательный результат, который, по мнению нейросети, наиболее интересный. Да, то есть можно вот попробовать поиграться с ним. Следующий инструмент – «Ретекст». Он тоже, не буду утверждать, по-моему, он тоже российского производства. Но, тем не менее, это инструмент для генерации и перефразирования любых текстов. Обратите внимание, что вот здесь в верхней части интерфейса у нас есть три варианта нашего взаимодействия с текстом. Перефразирование. То есть мы задаем начальную фразу, а нейросеть ее перестраивает каким-то более удобным, на ее взгляд, способом. Мы можем сжимать тексты. Например, у нас есть какой-то очень объемный текст, тяжелое предложение, в котором мы пытались выразить всю свою мысль. Но оно, это предложение или этот текст получился очень тяжелым. При помощи этого инструмента ее можно сжать, не потеряя смысла. Ну и расширение – это обратное действие, когда у нас есть одно предложение, два, например. Но мы хотим рассказать более расширенно. Так, здесь тоже такая история. Не все так красиво, как кажется, потому что бесплатно он дает работать только с одним предложением. Когда я попыталась его обмануть и вводить текст по одному предложению, он сказал, что все, не более тысячи символов в сутки. Но, тем не менее. Замечательный, очень забавный сервис от Яндекса. Балабоба называется. Здесь можно тоже проводить эксперименты с текстом. Даете начальную фразу, вот я ее дала, нейросети, искусственный интеллект – это. И сказала ему, давай набалабобим. И он мне набалабобил огромный-огромный текст про нейросети, искусственный интеллект. Очень научно, очень интересно. И, в общем, получилась такая интересная штука. Можно попробовать. Парфирич. То функционал тот же самый. Вы задаете начальную фразу и потом генерируете дальше текст. Вы можете поиграться с количеством автодополняемых слов и, собственно говоря, получить новый абсолютный текст. Что характерно, если вы попробуете работать с разными инструментами нейросети по работе с текстом, вы ни одного раза не получите одинаковый результат при одном и том же запросе. Это удивительно, интересно и вызывает уважение. Нейросеть, которая называется RU-GPT-3 делает то же самое. И вот эта нейросеть – это разработка Сбера. И вообще, кстати, Сбер, у него прям огромный пакет по работе с искусственным интеллектом. Это и текст, и изображение, и мы посмотрим их сегодня. Опять же, да, как видите, я задала тот же самый поиск, тот же самый запрос у меня был. У меня получился практически доклад, который я решила проверить на уникальность известным всем сервисам «Антиплагиат». Ну и, как видите, уникальность стопроцентная. Он нашел четыре ошибки только, но, тем не менее, вариант этого текста, он универсальный. Вот теперь очень сложно на самом деле отслеживать студентов, сами ли они пишут или при помощи искусственного интеллекта. Чат-бот, который появился буквально на прошлой неделе, он работает в Телеграм, и он тоже работает с текстом. Ну, слушайте, прям прилично работает, он меня порадовал. Как вы видите, был первый запрос, кусочек, точнее, строчка из Евгения Онегина, дальше он мне все рассказал. Я ввела Лев Толстой роль в истории и, опять же, получила такой прямо хороший рассказ про роль Льва Николаевича Толстого в истории. Работает очень стабильно, решает математические примеры. Вот, то есть все, все хорошо. И исправляет ошибки. Видите, я сознательно написала неправильно, да, закон тернодемики. Он подумал, понял, что, видимо, я поторопилась и дал мне ответ именно такой, какой я хотела. Вот. С текстом мы закончили. Но на самом деле я думаю, я предполагаю, что сервисов по работе с текстом, с использованием нейросети намного больше. Я просто сняла сверху. Вот то, чем можно вот прям брать и пользоваться прямо сейчас. Очень много разных ресурсов, которые мне недоступны там по ряду причин. Но вот то, что представлено в презентации, в той презентации, которую вы скачаете, там все с ссылочками, то есть можно переходить, смотреть и пробовать. Это вот то, что можно брать и делать, как говорится. Переходим к музыке. Искусственный интеллект проник и в музыку. Я нашла только два сервиса, которые, ну, более-менее доступны для простых людей, которые, ну, не занимаются музыкой и вообще только ее слушают и иногда поют. Значит, первый сервис – это Айва. Это англоязычный ресурс. Он отлично переводится средствами любого браузера. На Айве доступно три бесплатных скачивания созданных музыкальных фрагментов. Ну, в общем, каждый месяц можно создавать по три произведения искусства. Здесь у нас есть ссылочка на подробный гайд. Как выглядит работа на Айве? Очень просто. Есть два варианта создания собственного музыкального произведения. Первый вариант – вы можете загрузить какое-то музыкальное произведение, которое вам нравится, и его переделать под себя. Ну, вот, например, я загрузила «Не прячьте ваши денюжки» отрывок из всем известного фильма, да, из «Буратино». Ну, потом поиздевалась над ним, поменяла тональность, добавила инструменты, изменила жанр музыкальный. То, что у меня получилось, вообще не похоже на первоначальный вариант. Так, надо срочно это выключить. Выключила. Но на самом деле, я думаю, что люди, которые близки к музыке, которые знают музыкальную грамоту, да, которые умеют писать ноты, для них эти ресурсы будут бесценны. Вот. И второй вариант работы – когда вы изначально выбираете жанр, выбираете инструменты, выбираете тональность и вообще все, что связано с музыкой, и у вас получается какой-то результат. Вот мой второй результат. Он, конечно, чуть лучше, чем первый, но, тем не менее, он далек от совершенства. И я вот, когда готовилась к вебинару, я вот думала, как можно это использовать в образовательной деятельности, например. И вы знаете, а очень интересно было бы, если бы на уроке музыки, допустим, педагог предложил бы ребятам написать музыку, придумать ее самостоятельно. И я думаю, что это получилось бы круто. Так, следующий ресурс, он тоже очень интересный, и в нем есть одна такая фишка, прям вкусная. Это, этот ресурс называется Ampere Music, значит, здесь необходима регистрация. Необходима регистрация. И, собственно говоря, сразу после регистрации вы создаете свой проект. Вы его как-то называете. Вы можете ввести продолжительность своего проекта вручную. А самое главное, вы можете использовать свое видео. В настоящий момент, вот на сегодняшний день, формат видео, которое поддерживается, вот указано на слайде. Все остальное видео он не подгружает. Я экспериментировала со всеми вариантами. О чем это говорит? Это говорит, что если у вас есть какой-то ролик, и вы хотите придумать к этому ролику музыкальное сопровождение, этот инструмент для вас. Ну, почти. Почему почти, сейчас объясню. Потому что для скачивания того, что у вас получится, вам необходимо оформить подписку. Но вот поработав с этим инструментом, у меня получилась вот такая вот история. То есть у меня был видеоролик, и я, добавляя музыкальные инструменты, работая с жанрами, которые мне предлагал ресурс, вот создала вот такой продукт, но, к сожалению, скачать я его не смогла. Потому что для этого необходимо было оформить подписку. Я надеюсь, что вам не очень скучно, и вы еще со мной, и я вам предлагаю еще раз обратиться к своим мобильным устройствам. Мы переходим к самому интересному, на мой взгляд. Значит, смотрите, у вас сейчас перед глазами 8 изображений. Посмотрите на них очень внимательно. Можно поближе вот так придвинуться. Они все, безусловно, очень красивые, такие интересные. Девушки тут, коты, луна, цветы. В общем, все очень красиво. А теперь обновите страничку, экран у себя на телефоне, и попробуйте указать те изображения, которые созданы искусственным интеллектом. Как вы считаете, что из представленных 8 картинок создано искусственным интеллектом? Давайте. Давайте попробуем. Так, давайте еще. Так, я вижу в чате 1, 4, 6. Сейчас я их отмечу. 1, 4, 6. Шестой. Угу. Вот так замечательно, когда, ну, на вебинаре люди проявляют активность. Прямо меня это радует. Это очень приятно. Да, смотрите, какие разные у нас мнения, правда? То есть вот картинки-то вроде интересные, и, в общем-то, почти похожи друг на друга. Ну, понятно, что что-то... Точнее, что это все фотографии, это понятно. Вот, ну, ну что, давайте смотреть, кто был прав. Итак, смотрите, первое изображение – это фотография моей дочери. Дальше у нас идет изображение, созданное нейросетью. Третье изображение – это картина художника. Изображение с замечательным котом нейросеть, нейросеть, нейросеть. И, в общем, дальше пошла сплошная нейросеть. Зачем я сделала такой слайд? Для того, чтобы мы с вами поняли, что отличить художественное произведение от... художественное произведение, созданное человеком, от художественного произведения, созданного нейросетью, ну, вот невозможно. И это лишний раз нам доказывает, что вот это вот произведение искусств, которое создано нейросетью, заняло первое место в конкурсе, в художественном конкурсе. Ну, понятно, что это была не фотография никакая, это было напечатано на огромном холсте, висело в огромной галерее, где ходили художники, члены жюри, и из тысячи-тысячи работ они выбирали лучшую. И выбрали вот это вот произведение искусства, и оно заняло первое место. А потом выяснилось, что это работа Джейсона Аллена, она создана при помощи нейросети, но на самом деле создать такую работу не так просто, как кажется. Человек, который создал ее, потратил более 80 часов на ее создание, причем не рисуя это, а обрабатывая свои первоначальные запросы. Более 900 запросов было и от начального изображения до конечного, вот до этого результата, да, прошло время размером в 900 разных запросов. На мой взгляд, это просто восхитительно, это очень круто. И сервисов, которые позволяют создавать изображения с использованием искусственного интеллекта, намного больше, чем всех остальных. И вот сейчас мы с ними будем знакомиться. Итак, первое, самое простое, элементарное, автодром называется автодрау. Ну, я не очень хорошо читаю по-английски. Название написано в верхнем левом углу слайда, здесь же есть ссылка. Что делает этот сервис? Он преобразует нарисованное от руки в приличные картинки. Причем картинки пользователь выбирает сам из тех, что предлагает ему ресурс. Здесь много-много разных вариантов, и иногда может получиться что-то неожиданное и приличное. Рисовать можно как с использованием мышки, так и с использованием графического планшета. То есть здесь совершенно не ограничивают нас. Ресурс от Сбера, который позволяет при помощи текстового запроса генерировать изображение. С момента создания этой презентации при подготовке к вебинару до сегодняшнего дня все это дело претерпело небольшие изменения, но тем не менее основной принцип работы остался прежним. Вы пишете запрос на любом известном языке. В этом преимущество данной нейросети, что она работает с любым языком. И на основании вашего запроса генерируется изображение. Вот я сгенерировала изображение. Сказочный космический восход Солнца на берегу Звездного океана, необыкновенные горы, деревья, луна, полнеба. Да. Да, Светлана, абсолютно правильно. Дальше ресурс нам говорит, что вы можете и на телефоне с этим поработать. Вот скачайте приложение по QR-коду, и у вас на телефоне будет собственный художник. Ну, я вам должна сказать, что художник в телефоне работает не очень. Слева модель, созданная на компьютере. Справа, с тем же самым запросом, но на устройстве мобильном. Ну, как-нибудь отреагируйте. Мне кажется, этот правый лис похож на маленького принца. Ну, вот да, немножечко что-то там еще не допилили. Но получается забавно. Вы знаете, самое интересное, что те произведения искусств, которые вы создаете, они будут уникальными. То есть никогда не будет ничего нигде похожего. Таким образом вы можете создавать какие-то классные изображения к своим презентациям, к выступлениям, не знаю, медали детям печатать. То есть вот что-то такое, что будет абсолютно уникальным. Следующий ресурс, Playground называется. Принцип работы точно такой же. Мы пишем запрос и получаем результат. Причем на данном ресурсе мы получаем несколько результатов и имеем возможность. Они абсолютно разные, лисички, получаются. Ну, вот видите, запрос один и тот же. Лисы вообще совершенно неожиданно получились. Получились. Значит, возвращаемся к этому ресурсу. Здесь мы не только пишем запрос словами, да, там, «рыжая леса», «в лесу». Мы должны писать на английском языке. Здесь мы можем добавлять к нашему запросу какие-то волшебные слова, которые помогают нам генерировать наше изображение. Вот в верхнем правом углу запрос тот же, но он выполнен в стиле оригами. Забавно. Ну, то есть, тут можно поиграться по полной программе. Не принимает русский язык. В верхнем правом углу слайда мы с вами видим результат сгенерированного изображения на запрос «лиса, рыжая, в летнем лесу, в стиле хард-рок». То есть, русский язык не воспринимает, работает только с английским. Внизу справа то же самое, но на английском языке. Так, следующее. Стабильная диффузия. Ти-пузиум. Все то же самое. Пишите запрос, нажимаете «генерация», получаете изображение. Вот, пожалуйста, «лисы». Ну, вот в тот момент я с «лисами» игралась, поэтому они у меня в огромном количестве присутствуют в моей презентации. И я вам, я вас уверяю, что у меня при одинаковых запросах не получилось ни одного раза двух одинаковых лисиц. Следующий ресурс называется ArtReader. Здесь принцип работает тот же самый. Ну, во-первых, здесь нужна регистрация. Можно по адресу электронной почты либо с использованием Google аккаунта. Есть бесплатная история, да, то есть вы можете бесплатно создавать какие-то продукты. Есть платные версии, но на самом деле то, что дается бесплатно, этого вполне достаточно. Здесь принцип работы следующий. Во-первых, вы можете создавать потрясающие изображения. Вот эти потрясающие изображения представлены вот внизу на основе своих правильно сформулированных запросов. А также вы можете изменять те изображения, которые предлагает вам сервис. То есть можно получить разные интересные штуки. Также на этом ресурсе можно что-то нарисовать руками. Вот на левой картинке представлена эта лиса, если кто-то ее знал. А справа представлено то, что получилось после работы на эросети. И опять же, я пыталась улучшить эту картинку. К первоначальной лисе я добавляла бабочек, деревья. И получалось что-то ужасное вообще. То есть вот этот первый вариант у меня вышел самый лучший. Интересно. Можно попробовать поработать с ним, посоздавать какие-то интересные вещи. Ресурс, который я открыла буквально позавчера, опять же, обратите внимание, лисы, он позволяет генерировать изображение на основе вашего запроса. Все то же самое. На английском языке, вот в нижней части, мы формируем запрос на английском языке. Справа можно применить какие-то легкие настройки, насколько ваше изображение будет близко к тому описанию, которое вы сделали. Необходима регистрация на этом ресурсе. Здесь есть бесплатная возможность поработать и есть варианты платные. Но самое интересное, что здесь можно использовать свои изображения. Вы можете взять любую картинку, которая есть у вас, написать к ней описание и чуть-чуть ее доработать. Вот смотрите, что получилось с лисой. Помните лису на предыдущем слайде, которую я пыталась нарисовать мышкой. И вот такая лиса у меня получилась после обработки Dream Studio. Ну вот прямо она прекрасна, только что какие-то проблемы у нее с лапами и хвостами, но тем не менее, если вот не брать это в учет, лиса получилась шикарная. И поверьте мне, такого изображения больше нигде нету и не будет. То есть это вот такой уникальный инструмент. А, вот еще одна, да. Ну тоже вот как-то с хвостами здесь проблема. Не знаю почему. Вот такие лисы у меня получились. Так, следующий инструмент, следующая нейросеть, если можно так сказать, значит, которая позволяет создавать изображение при помощи искусственного интеллекта. История все то же самое. Регистрируетесь, пишете запрос на английском языке, можете применить художественные стили, которые предлагает вам сервис. Их тут очень много, и они вниз по экрану там располагаются. И дальше генерируете свое изображение. Минус один, хотя на самом деле он же является плюсом. Бесплатно можно создать только одно изображение, но бесчетное количество раз. Хоть целый день сидите и создавайте новое изображение. Тоже интересно, можно попробовать. Ну вот такие изображения я насоздавала там, на этом ресурсе. Вот, сейчас мы переходим к такому, к самому вкусному, на мой взгляд. Я оставила это так, наконец. Сервис, лексика. Нужна регистрация. Для того, чтобы приступить к работе, обязательно подтвердить регистрацию по электронной почте. И можно создавать до 100 изображений на одном аккаунте. Но потом никто совершенно вам не мешает зарегистрировать новый аккаунт на другую почту и продолжить создавать произведение. Можно работать просто с запросом. Ну, вот здесь мои лисы, как вы видите. А можно загрузить существующее изображение и обработать его на основании запроса, который вы зададите. Очень интересные, очень безумно интересные получаются изображения. Поговорим про чат-боты. Эти боты работают в Телеграме. Первый чат-бот позволяет играться с фотографиями. Вот в качестве примера я взяла Гарри Кунтера, я взяла Дэвида и получила вот такое странное существо. Я их смиксовала. В общем, получаются очень неожиданные результаты. Можно попробовать. Значит, чат-бот от Сбера, который позволяет создавать эмоджи. То есть на основании вашего запроса, который вы создаете, вы можете создать целый пакет своих стикеров. Ну, опять же, здесь у меня лисички, котики и так далее. То есть можно побаловаться, поиграться, устроить конкурс лучшего стикера, например. Самая восхитительная история – это нейросеть, которая называется Meet Junior, и она работает с Дискордом. Я хочу заранее извиниться, если я неправильно произношу английские слова, потому что у меня всегда были проблемы с этим. Здесь есть ссылочки, здесь есть инструкция, как работать. И вот произведение, которое мы рассматривали с вами выше, которое победило в художественном конкурсе, оно как раз создано именно этой нейросетью. Про нее можно говорить бесконечно. Я расскажу только отдельные такие моменты, покажу. Вот смотрите, вот изображение, которое было создано этой нейросетью на основе запроса. Запрос мы вводим только на английском языке, русского языка он тоже не понимает. И я скопировала этот запрос и тоже попробовала создать такое же изображение. Как видите, результаты получились совершенно разные. Они никогда не повторяются. Помимо... Так, давай дальше. Вот когда я путешествовала по этой нейросети, я нашла совершенно потрясающую картинку. То есть у меня глаз зацепился на этот гамбургер, летящий в космосе. Когда я перевела запрос, я поняла, что тут вообще ни одного слова про гамбургер нет. И как получился такой классный гамбургер, я не понимаю. Я сгенерировала подобный запрос, точнее, не подобный, я просто перевела запрос обратно на английский язык и попробовала получить изображение. Как видите, очень далеко. Зачем я это показываю? Я это показываю для того, чтобы вы поняли, что невозможно сразу получить что-то такое прямо восхитительное, что могло бы победить, занять первые места и так далее. Но получить какие-то необычные, очень уникальные изображения – это в наших с вами руках. Как можно формировать запрос? Значит, формировать запросы для создания изображений с использованием искусственного интеллекта можно несколькими способами. Во-первых, это просто написать запрос на английском языке, и мы получаем какой-то результат. А дальше мы можем добавлять волшебные слова к своему запросу. Здесь перечислены эти слова, и можно посмотреть, как будут меняться изображения. Слева – оригинал, а дальше пошли изображения, как оно меняется в зависимости от того, какие слова я добавляю к запросу. Ну вот они тут все на слайде представлены. Также можно поиграться со стилями. Я представила шесть, их на самом деле намного больше, и можно посмотреть, да, то есть как выглядит оригинал, и какое получается изображение после добавления к запросу этих волшебных слов, если можно так сказать. Так, также к запросу можно добавлять имена популярных художников, живущих или живших, когда бы то ни было. Вот так был сгенерирован мой первый запрос на прекрасную девушку-воина. А так он стал меняться в зависимости от того, каких авторов я добавляла. Как вы думаете, какой это художник был добавлен? Ну-ка, напишите мне в чате. Коллеги. Это у нас Сальвадор Дали постарался. Следующее изображение получилось японский художник. И, в общем, вот такие разные у нас получились изображения. Также для формирования запроса для нейросети можно воспользоваться ресурсом. Вот ссылочка здесь представлена. Этот ресурс создан как раз для помощи в формировании запроса. Здесь все очень просто. Вы добавляете свою подсказку, а дальше добавляете какие-то детали. То есть это может быть какое-то базовое изображение, какие-то элементы, стиль, параметры для промежуточных вариантов. Ну и так далее. Их там вниз еще очень-очень много. По мере того, как вы выбираете эти элементы, у вас формируется строка, которую потом вы копируете и подставляете не только в эту нейросеть, а в любую другую, которая работает с изображением. Так, мы почти подошли к концу. Я почему-то этот слайд здесь выскочил, не понимаю, хотела услышать ваше впечатление. Но вы пока пишите впечатление. И знаете, мы сейчас с вами попробуем создать изображение. Прямо в прямом эфире вы это все попробуете и увидите, как это работает. Для этого я вам предлагаю тему. Какую мы можем сейчас выбрать тему? Весну. И давайте по одному слову. Про весну. По одному слову. Напишите в чате. И так, я сейчас выйду из режима показа слайда. Мы перейдем. Мы перейдем. Перейдем. Куда мы перейдем? Мы перейдем в нейросеть и попробуем создать свое собственное изображение. Так, слова. Ландыши, море, солнце, выручащие ручьи. Сейчас я вот отсюда выйду. Выходи. Так, возвращаюсь к нам в вебинар. Остановить. Еще раз. Пока с экрана. Поделиться. Ну, да, замечательно. Значит, как я уже говорила, я не сильна в английском языке, поэтому все слова, которые вы мне пишете, и я сейчас попробую не потерять их в чате. Так, пишу то, что вижу. Так, дерево. Зеленый. Птицы. Ай, ветер. Подосы, снежинки, снежинка, радость, море. Так, что еще давайте? Что мы, солнце написали? Солнце, весна, любовь. Кстати говоря, нейросети не генерируют изображения, которые противоречат морали. Да, то есть какие-то, ну, там, порнографические картинки сгенерировать невозможно. Он выдает ошибку. Так, дерево, зеленые птицы, поют ветер подснежники, снежинка, снегирь, тает лед, копель. Что еще? Сакура. Сакура. Ну, вы знаете, я очень рада, что вам понравилось, правда. Я вам хочу сказать, что работа вот с этими сервисами, она затягивает. То есть вот пока ты не зарасходуешь все бесплатные свои вот эти бонусы, остановиться очень плохо. Трудно, вообще невозможно. Так, все. Мы сгенерировали запрос. Смотрите, я его копирую и иду в Дискорд. Здесь у меня открыт один из моих созданных аккаунтов. Сейчас он прогрузится. На Дискорте одновременно, если я не ошибаюсь, работает более, не знаю, там, миллиона, миллионов человек. Очень много. Так, давай, дружочек, грузись. Мы подождем. Сейчас, надеюсь, давайте пойдем пока в другой ресурс. Тот, про который я говорила. Вот я выделяю запрос, который у меня был сформирован до этого. Нажимаю вставить. И говорю ему, генерируй. Раз, два, три, четыре, пять. И вот получилось. И вот смотрите, что получилось. Ну, согласитесь, круто. Вообще просто огонь. Причем эти изображения мы можем продолжить генерировать. То есть, вот я сейчас еще раз нажму на генерацию, у меня получится уже совершенно другое изображение. Так, давайте теперь посмотрим, как точно такой же запрос будет работать в лексике. Выделила то, что было, вставила то, что мы с вами набрали, нажала генерацию. Боже мой, какая красота. Ну, согласитесь. Так, ну, давайте все-таки попробуем Дискорд, чтобы он заработал. Опять же, обращаю ваше внимание, что на Дискорде работает безумное количество народу. Здесь можно найти очень интересные изображения, которые вы можете использовать, вы их можете скачать и, там, не знаю, использовать в своих целях. То есть, это открытая такая история, она ничем абсолютно не защищена, в том плане, что любой человек может зайти, посмотреть, скопировать. Я очень надеюсь, что оно не зависнет. Так, значит, как это работает? Написать этой нейросети запрос начинается со слэжа. У вас высвечивается список возможных запросов. Вы выбираете имейдж и там, где мигает курсор, вставляете свой запрос. И самое сложное у нас с вами дальше будет, это не потерять запрос, свой запрос среди тысячи остальных. Я нажимаю ОК. И мы подождем какое-то время, я его буду ловить, и мы на этом сегодня закончим. Если у вас есть вопросы, вы можете написать, что-то у меня спросить. Вот началось формироваться мое изображение, наше с вами изображение. Сейчас оно получится. Если он окончательно не зависит. Куда-то ты убежал, не убегай. Вообще, конечно, это очень интересно. И можно, ну, можно придумывать, как это можно использовать в своей профессиональной деятельности. Можно, например, создавать изображение к каким-то книгам, которые выложены в тьме, например. Вот, сейчас. Я жму мой запрос. Вот это вот самое-самое сложное. Вот. Посмотрите, что у нас получилось, коллеги. Ну, посмотрите, ну, какая красота. Ну, супер. Конечно, снегирь в понимании нейросети очень удивительная птица. Теперь смотрите, что мы здесь еще можем сделать. Ну, во-первых, мы, опять же, можем обновить запрос и на основе того, что мы вберем, мы получим новое изображение. Здесь у нас есть два ряда кнопок, при помощи которых мы можем поработать с тем, что есть. Мы можем выбрать в верхнем ряду одно из четырех изображений, ну, там, у два, например, и на основе этого изображения создать еще три. Либо выбрать из нижнего ряда ту картинку, которую мы хотим сохранить как единственную. И тогда это будет изображение, в хорошем качестве и доступное для скачивания. Все работы, которые вы создаете с использованием этой нейросети, будут отображаться в вашем профиле. можете их скачивать. Ну, да, все, видимо, у меня все кончилось. Но ничего страшного, я потом с ним поговорю. В общем, вот, смотрите, такой инструмент, который доступен каждому. Сейчас я возвращаюсь к нам, пишу остановить. И готова пообщаться с вами, ответить на ваши вопросы. И очень я рада, что вам понравилось. На самом деле, это действительно очень-очень интересно. С точки зрения создания искусственного интеллекта, это высший пилотаж, это программисты, которые обучают искусственный интеллект. Ответить на вопрос, победит ли искусственный интеллект нас с вами. Я даже не хочу вообще развивать эту тему, потому что изначально, как бы на входе все равно стоит человек. Как это все работает? Программисты обучают компьютер. То есть в любом случае мы, мы учим, а потом уже получаем результат. Обязательно дойдите, попробуйте и поделитесь то, что у вас получится. Я вас всех приглашаю на свой курс. Курс, который я буду читать с 11 марта. Этот курс посвящен Яндекс.Сервисам. Я расскажу вам все, что я знаю и научу вас все, чему я умею в Яндексе. На самом деле, это глубже и интереснее, чем мы с вами думаем. Мы научимся работать с документами в совместных проектах. Мы создадим собственный дзен-канал по выбранной вами теме, например, по вашему хобби или по вашему профессиональному направлению. Мы создадим телеграм-канал для взаимодействия с детьми или коллегами для любых целей. И мы создадим персональный сайт. Опять же, по выбранной вами теме. Приходите, я буду рада. Спасибо вам большое. Спасибо за ваши отзывы. Мне тоже очень понравилось. И хорошего вам дня. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...